Друзья, всем привет, это Gigabyte Auros M6, полностью симметричная игровая мышь с формой как у Viper Ultimate. Продается мышка вот в такой вот достаточно приятной упаковке, на которой правда не нашлось места для указания подробных спеков мышки. Указано лишь максимальное количество DPI и то, что под основными кнопками стоят микрики Amron. Внутри коробки базовый комплект поставки. В него входит сама мышь, документация, прокордоподобный кабель, ресивер с Type-C разъемом и переходник с Type-C на Type-A. Перед тем, как мы продолжим этот обзор, хотел бы напомнить, что на Озоне вновь доступны мои большие коврики, сделанные из кордуры и жаккарда. При покупке любого ковра вы напрямую помогаете мне и этому каналу продолжать существовать. Ведь в отличие от других блогеров, у меня вы не найдете рекламы ставок и каких-то левых финансовых пирамид. Так что если хотите получить себе крутые ковры и заодно поддержать меня и этот канал, то переходите по ссылкам в описании. Внешний вид у мышки приятный и если верить сайту Gigabyte, он даже выиграл награду RedDot. Хотя на самом деле очевидно, что дизайнеры Gigabyte вдохновлялись Razer Viper Ultimate при создании М6. Но чтобы их творение не назвали клоном, они решили наделить мышку рядом интересных дизайнерских решений. Одно из которых это лого с RGB подсветкой на спинке мышки. Несмотря на большой размер логотипа, его подсветка равномерная и действительно нарядная. Так что внешний вид у мышки явно не на 3 копейки. И это хорошо. А вот с формой немного спорно. И не потому, что копировать Viper это плохо. Нет, это нормально и в этом ничего плохого нет. Но на мой взгляд упущена возможность несколько улучшить форму. И первое, что надо было изменить, это наплыв кнопок на боковины. В Viper это было самое спорное решение и тут оно осталось без изменений. А жаль, ведь в остальном мышь весьма удобна и универсальна. Сбоку видно плоский корпус и центральное расположение боковых кнопок и горба. Сзади бросается в глаза широкая и плоская спинка. А спереди видны ярко выраженные скосы боковин, которые отлично помогают с подъемом мышки. Ну а снизу есть талия, которая тут более чем заметна как визуально, так и тактильно. В целом М6 прекрасно подойдет тем, кто играет пальцевым или коективым хватом, и кто обладает ладонями среднего и больше размера. Боковые кнопки с правой стороны корпуса особо не мешают, так что мышь можно держать как угодно. Единственное ограничение на хваты накладывают панели кнопок, которые при правом клике могут слегка прикусывать безымянный палец. Пальцы сверху можно расположить как угодно. 1.2.2 норм. 1.3.1 тоже более чем. Гибрид из-за формы кнопок тоже отлично дружит с этой мышкой. Пожалуй, основной минус мышки связан с ее сборкой, а вернее с прочностью боковин корпуса. Если на бока чуть сильнее обычного надавить, то прожимаются боковые кнопки, и это не очень здорово. Но с другой стороны, во время обычного использования прогиб исключен, никаких ложных срабатываний боковых кнопок нет. Еще один недочет, это небольшое похрустывание корпуса, если на мышь давить сверху в районе основания левой и правой кнопки. Опять же, при использовании все тихо, но если мышь крутить и версеть в руках, то то тут, то там корпус чуть-чуть да покряхтит и похрустит. А вот с покрытием проблем нет. Мне оно тут реально очень понравилось. Ну вернее даже не оно, а рисунок на нем. Так-то боковины это обычный шершавый матовый пластик, а вверх это почти гладкий пластик. Но за счет рисунка на боковинах держать мышь удобно. Да и с контролем, ноль проблем. Ну и похвалю я покрытие еще и за то, что оно совершенно не маркое, и к тому же по ощущениям будет еще и весьма износостойким. Основные кнопки в целом тоже не подкачали. Мне понравилась их форма, длина хода и усилие нажатия, а также то, что они достаточно быстрые. И хотя в софте настройки быстродействия нет, тесты показали, что М6 в среднем на 3 мс быстрее моей зойки. И это отличный результат. До идеала кнопкам чуть-чуть не хватает жесткости панелей. Если нажимать где-то не в районе центра кнопки, то можно получить небольшой изгиб панелей. Это особо при игре не мешает, но четкость клика, особенно если кликать ближе к краю кнопки, немного, но страдает. Боковые кнопки во всех смыслах нормальны. Наверное, единственная придирка это то, что из корпуса кнопки выступают не очень сильно, и поэтому нажимать их не всегда удобно. Но в остальном и подгонка, и клик у кнопок достойные. Ну а то, что боковые кнопки есть по обе стороны мыши, это весомый такой плюс в моих глазах. А то тренды трендами, но про тех, кто играет левой рукой, все-таки забывать не стоит. К лесу прокрутки минимум замечаний. Наверное, в нем мне не понравился только клик, который на звуках не такой классный, как другие кнопки мыши. Но вот в плане прокрутки все совсем неплохо. Поразительного дребезга нет. Шаги четкие и с хорошей фиксацией. Ну и механический энкодер не чувствуется зажатым, и везде прокрутка равномерная по усилию. Так что скроллить сайты или делать всего один-два скролла можно надежно и без каких-либо неудобств. За колесом прокрутки находится единственная дополнительная кнопка, и по умолчанию она меняет DPI. Цвет светодиода рядом с ней подскажет, какой выбран шаг DPI. Ну и конечно в софте эту кнопочку можно перебиндить. На дне мышки находится ползунок, включающий мышь, и отсек для хранения ресивера. Также на дне можно найти четыре ножки и колечко вокруг сенсора. Тефлон, откровенно говоря, лишь среднего качества, поэтому воздушного глайда ожидать не стоит. Ну и назвать ножки толстыми я тоже не могу. Они едва выступают за пределы дна. Впрочем, из позитивного отмечу то, что края ног скруглены, и поэтому за ковер они не цепляются. Ну и колечко вокруг сенсора тут не бутафория, а реальная пятая ножка, которая касается ковра и помогает со стабильностью DPI. Весит мышка около 72,5 грамм. И этот вес по современным меркам ни с кем не назвать. Но все равно в руке мышь не ощущается тяжелой. А вот не идеальный весовый баланс ощущается. Зад мыши заметно перевешивает перед. Основной режим работы мыши это беспроводной через вот такой вот ресивер. И к беспроводной связи глобальных замечаний с моей стороны не будет. Связь работала стабильно, ничего не отваливалось и не лагало. Да, мышка может максимум 1000 Гц. И да, в сравнении с Зоей, с включенной подсветкой есть заметная содержка на движение. Но если подсветку выключить, то начинаем видеть привычную картину, где мышь примерно на миллисекунду отстает от моей Зои. Что касается автономности, то она не рекордная. Производителям заявлено около 70 часов работы от одного заряда. Показатель средний для рынка. Если честно, учитывая вес мышки, я ожидал больше автономности. Но есть что есть, и в целом 70 часов это нормально. Заряжается мышка стандартно через Type-C-Port на фронте. Комплектный кабель совсем неплох. И учитывая вес мышки, играть в проводном режиме без неудобств более чем реально. Нормальный у М6T сенсор. Хотя нигде и не указано, что это за решение, нетрудно догадаться, что это 3395 или одна из его вариаций. Собственно, с трейдингом проблем никаких нет. Все работает отлично, так что акселя, джитера и срывов ждать не стоит. Погрешность реальных DPI, конечно, есть. Но за счет колечка вокруг сенсора наблюдается высокая стабильность показаний DPI, даже при оказании значимого давления на мышь. Высота отрыва у мышки не регулируется, но в софте можно откалибровать сенсор под поверхность ковра, что по идее должно изменить высоту отрыва. Я сделал замеры до калибровки и после, и получил одинаковый результат. Так что либо калибровка не оптимизирует высоту отрыва, либо то, что стояло по умолчанию, и так было оптимальным значением. Настраивается мышь через унифицированный софт под названием Gigabyte Control Center. Софт этот в основном разработан для настроек материнок и видеокарт, и настройки мыши там скорее как пятое колесо у автомобиля. Выглядит вкладка настроек мыши несколько примитивно, и не хватает некоторых настроек сенсора. Настройки дебаунс фильтра я тоже не обнаружил. Зато есть бинды, макросы и время ухода в сон. Ну и конечно с помощью софта можно синхронизировать подсветку между разными продуктами Gigabyte. Ну и на этом я вам рассказал все, что хотел про Gigabyte Aorus M6. В целом мышь не разочаровала. У нее удобная форма, хорошие спеки, классная реализация органов управления и комфортное и цепкое покрытие. Да, может сборка не эталонна, и да, связь по быстродействию чуть-чуть уступает лидерам рынка. Но опять же, в целом мышь ощущается как достойный продукт, который от конкурентов по сути выделяется двумя вещами. Первое это то, что мышка полностью симметрична, и на данный момент это большая редкость. Вторая особенность это красивая подсветка лога, которая нынче тоже редко встречается на игровых ультралегких мышках. Впрочем, все равно все будут смотреть в первую очередь на ценник. И вот тут у M6 есть небольшие проблемы. Стоит мышка на озоне в районе 7500 рублей. С одной стороны это немного, если брать за счет конкурентов по типу Razer или Asus. С другой стороны, наш рынок завален китайскими мышками, которые дают сравнимые спеки за куда меньше денег. И поэтому M6 будет сложно в этой компании найти себе место под солнцем. Так что на мой взгляд, M6 будет действительно интересен только тем, кому нужны дополнительные боковые кнопки с правой стороны, и кто хочет видеть у себя красивую RGB подсветку на мышке. И если у вас есть обе эти потребности, то M6 можно смело рассматривать как вариант для приобретения. Что ж, думаю на этом этот обзор я и закончу. Как и всегда, сегодня с вами был ЯТушел. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, и до скорых встреч в новых обзорах на канале ProDevice.